всем привет иду с рынка смотрите местные наши жители написали чтоб люди не ели эту хурму видимо еще дома здесь они же срывают они думают хурма бесплатно раз есть девчонки иду с рынка утро начала этот навал без сходила там макс себе что-то заказывал школу какие-то там тетрадки за сыром ходила сегодня 1 сентября кстати погодка вообще лето продолжается у нас как всегда пять месяцев лета в сочи так ну что я пришла с валбереса девчонки вроде бы на улице ну как бы не чувствуешь такую жару когда домой приходишь вообще так жарко так что я ходила зачем я ходила значит география мы покупаем вот эти контурные карты тут макс себе труси трусишки заказал заказал себе кучу носков дальше это все макса заказ это какой-то он воск себе заказал для обуви с гладкой кожи потом какую-то щеточку себе заказал вот а он кстати еще что-то заказывал я уже не помню а я эти взяла мальчишкам трусы потому что школа надо в новеньких идти чтобы пятерки получать и могу открыть такие лакоста и вот эти вот хорошие трусишки я уже беру не в первый раз мне нравится они такие знаете типа модные ну класс хороший трус и зашла в аптеку заказ свой забрала заказывала мне закончилась вот это вот супер дорогая мазь для моего для моей розоцеи и вот такой девочки вот это вот две штучки стоит 2 800 это заказ в аптеке делала те кору по-моему называется вот лечить буду то у меня опять все обострилась что-то и закончилась давно не мазалась с по новой буду вот это с утром это вечером вот и все девочки хотите узнать как убрать 2 подбородок без дорогих процедуру косметологом конечно же взять вот такую крутую маску я ее применяю уже второй раз и знаете я вижу эффект правда эффект и наступает просто после первого раза применения это вот такие крутые лифтинг маски с экстрактом японской розы брала ее на балберисе ссылку оставлю внизу в описании вы знаете второй подбородок это такая вещь она может появляться даже у худых личностей вот и конечно же первое это нужно сократить потребление пищи а второе применять такую классную маску с лифтинг эффектом которая будет делать ваш подбородок гладким нежным шелковистым и молодым вот я с помощью этих масок конечно же это делаю надеваете ее очень легко она цепляется за уши очень плотно прилегает и самое крутое то что вы можете ее надеть и делать все дела по дому она совершенно не мешает мне кажется это супер находка для нас девочек и цвет красивый мне очень нравится как это все выглядит так что девчонки конечно же заходите их наборе аж пять штук мне кажется это очень выгодно ссылка будет внизу в описании а я пошла делать домашние девать так сегодня же 1 сентября пойду гладить шмоточки на завтра вот пить эвалидол и наслаждаться жизнью школьников сходила же еще купила эти кабачки девчонки вы так что-то так нравится нам мы с максом же более-менее питаемся правильно я их режу солю взбрызгиваю оливковым маслом немножко помидор и сыр сулугуни я по моему уже говорила не помню сулугуни по моему такой один из мало ну как бы он тоже калорийный но меньше чем там другие сыры так что мы сейчас на сулугуни на кабачках это очень вкусно быстро вкусно не знаю мне нравится девочки вы сейчас снимали рилс я не знаю надеюсь вы оцените мы просто я я просто выше так как лимон не очень жарко но мы вроде его сняли надеюсь получится классно выставлю везде сейчас буду монтировать кстати мой костюмчик как вам ой я немножко схуднула и он сейчас так хорошо на мне сидит мне прям очень нравится вам покажу туфельки нашла свои 100 иные готовимся потихоньку смотрите какие туфли тут бардак не смотрим костюм огонь девчонки обожаю его вы знаете я его не носила потому что он нам не был впритык и весь жирок и весь целлюлитик было видно а сейчас прям огонь мне очень нравится прям жду когда прохладно будет можно будет выйти и поплясать да я включила алису мы тут танцуем убираемся 1 сентября кстати всех поздравляю всем желают терпения девчонки терпения хорошего настроения школа надеюсь что мы будем все живы здоровы что наконец-то наступит мир с этой осенью придет какие-то какие-то хорошие известия очень их жду так же как и весь мир всех люблю девчонки ну а сейчас буду убирать разгребать вот этот бардак что мы здесь учинили кирилл смонтировать так ну что я потихоньку разбираю свой бедлам глажу вещи потому что завтра у нас значит 2 сентября ну то есть понедельник девчонки снимаю начинаю сегодня воскресенье мы завтра идем у темы с классом корпоратив они идут на батуты мастер-класс по пицце а у илюши будет только классный час книжки раздавать но он туда не пойдет потому что чё из-за книжки уже получил я его у них класс недружный у ильи я беру его с собой к теме то есть теминым классом он пойдет тоже будет делать пиццу но у мальчишки должно же быть тоже этот ну как бы праздничное настроение вот и короче говоря мы идем с теминым классом илюшку тоже забираю с утра поедем в город вот они там на батутах попрыгают пиццу поедят пойдем прогуляемся к морю то есть такой день завтра тоже не школьный и вот глажу одежду уже собираю к школе послезавтра теме взяла девчонки вот такую первый раз беру не знаю поругают не поругают дольче габбана маде ин турция маде ин италия это у нас продает женщина мне посоветовали я никогда такие рубашки не брала они как футболки вот эти пола просто у нас очень жарко сентябре не знаю если ученица не поругает будет в ней ходить илюша что-то такую не хочет илюша будет просто в рубашке в белой тоже сейчас буду гладить штаны штаны брала кстати на валберисе илье взяла вот такие вот видите я люблю такие штаны чтобы не жало вот тут вот это знаете илюшка то высокий худенький вот отемки тоже вот погладила такие же взяла но немножко качество другое на него немножко цепляется но вот пока будут у нас такие синие синяя форма будут так ходить вот илье сейчас тоже буду гладить а это я представляете меня заставили быть этой я собираю деньги завтра буду оплачивать этот корпоратив в герой арене я часто бывала я там все знаю и короче я типа главное ну как я имею ввиду оплачивать то все вот и сегодня вот глажка у меня глажка все приготовлю чтобы уже завтра спокойно пойти прогуляться вот так что девчонки ну что начинается наши будни но честно скажу я скучала по осени скучала пожаре жара уже надрела кондиционер уже от него тошнит хочется свежести у нас очень жалко сентябрь октябрь это у нас продолжение лета так что продолжаем с вами влог завтра тоже вас возьму пойдем погуляем а я сейчас пока готовлю сейчас немножко разгребу здесь все эти пока сняли мы этот рилс кстати зацените его он есть в нельзя грамм я его выставила и здесь тоже я думаю что кто меня смоет уже видели этот шорцы вот ну мальчишки поснимались ну что мы приехали в город сейчас идем на корпоратив темы или илюша с нами девчонки это столько однако этих школьников так прикольно и город кстати уже опустел мы сейчас ехали немножко опустела 1 раз этого отдыхающие тоже на школу туда-сюда вот ну хорошо мы рано как всегда приехали у меня знаете что у меня часы мои вот этим майкл корс они этот батарейка у них что-то с ней а тут у нас часовщик есть хочу пойти посмотреть что поменял мне батарейку солнышко еще светит лето еще продолжается и завтра уже школы представляете они у меня вдвоем во вторую смену учатся я вчера только узнала вот такая вот мама классно я рада что они вдвоем будут уходить и вдвоем приходить так ну что тут все готово смотрите как круто мы герой арена ребят сейчас будут ребята делать пиццы все у них подготовлено класс смотрите даже маленькие все рады я вижу так ребята внимание если вы задние парты у нас был мальчиков вперед и вкусно или хотите уголек уголек когда слушаем уши достаем если вам не слышно ребята и размазываем по всей рабочей поверхности и размазываем для чего это делаете у меня у бабушки такие часы раньше были пока у ребят мастер-класс я пришла часы батарейку поменять а это готовая их пицца сейчас они будут кушать попрыгают у меня уже все разошлись мамашки а мои продлили гулянку я сижу сейчас буду обедать мои еще на час продлили мы наконец-то ушли с этого парка они голодные уже сейчас поедем домой пошли а может рыбы возьму зайдем все равно если пока такси не приехала может я думаю форель взять на ужин ну блин ее тут не чистят а чистят ну а что сделать девочки идем илюса этот все стонет что у него вторая смена а у меня у илюши и у темы вторая смена но с одной стороны классно а с другой стороны он ты будешь приходить где-то в пол седьмого 6 точно уроки делать и все уже и утром у тебя плавание все лафа кончилась а плавание будь по утрам и тимон во вторую смену а мы уже наконец-то отпрыгали я там сидела три часа и ждала сейчас пойдем во вкус вилл сходим раз уж город приехали мне кстати дядечка часы батарейку поменял девочки за 250 рублей и сказал что у тебя очень хорошие часы носи их 100 лет правда он сказал у тебя очень хороший механизм в этих часах так что такой дядечка хороший я бы я к вам через сто лет приду вам здоровья 250 рублей молодец кстати здесь на этой улице самые мне кажется красивые пальмы это центр адлера здесь у нас рядом загс я вам уже показывала смотрите какие красивые я еще помню беременная под ними фоткалась красота и здесь кстати около загса вкус вилл я хочу пойти знаете сама выбрать манго что-то они мне в последнее время привозят то недоспевшая то переспевшая пойду выберу сама погода как вообще очень жарко надо выходные еще на море до сходить надо выбрать какое-нибудь красивое а ноги болят на прыгать да ты чё ты знаешь блин я не знаю только есть илюш подожди с рыбой мандаринки куда зайка на улицу устал да напрыгался а вот здесь сядь в здесь прохладно вот на стульчик сядь подожди меня сейчас я возьму я не у я взяла там маковые эти шли а вот манго еще смотри что-то какой-то манго непонятно вот тут а вот это вроде ничего эти две возьмем тут смотрите какой тортик давай возьмем такие попробовать какие-то ржаные пшеничные семена а с семенами че ты хочешь мы затарились ждем такси кстати вот загс наш это загс девочки что мы взяли я взяла сердечки макс меня попросил с рисом взяла картошки взяла вот что и взяла два манго а тема тут и дома взял себе не тема они вместе сейчас будет кушать чай пить смаковый какой-то рулет вкусный мы с пекарни взяли свежий такой у меня раньше бабушка была знакомая пекла такие вкусные маковые рулеты и и уже нет тут лида царство и небесное вот а в загсе ведь у нас тут сердечки сердечные голубки лебедки мы с максом тоже здесь расписывались в так спускались сидят мои прыгательные завтра у одного до пол седьмого уроки у другого до пол пятого начинается веселье я надеюсь тему тебя в этом году продленка будет девочки смотрите я похудела штаны висят как папка хожу вообще этот костюм ходила специально помню постирала чтобы он знаете в облитку был нифига вообще все шаровары так что худеть надо тоже знаете чтобы потом были деньги поменять одежду а мы ждем такси сейчас едем домой слава богу мы приехали домой девчонки мальчишки а также их родителей сегодня у мальчишек вместо тортика думаю зачем им тортик мы зашли у нас там сзади в адлерского рынка есть такая пекарня у них всегда вкусно и тема захотел вот такой вот рулет смотрите а илюша у меня любит вот такие вот с орехами сейчас будут чаевничать мы приехали уже они сегодня отдыхают и завтра уже школа так что сейчас у них чаек налила им пусть остынет а я пойду разберу там вещи все побросали и буду вечером наверно сейчас готовить максу еду девчонки купила во вкус вели у них очень классные сердечки очень вкусные правда они какие-то прям вкусные вот такие сердечки куриные сейчас буду делать ему с рисом он попросил сделает не с рисом так что а я а я буду на и на арбуз я так арбуз хочу это мой ужин уже будет кстати да вот и готовить так ну что ребятки решила к вам выйти давненько мы с вами вот так вот просто не сидели не болтали девчонки поставила пока готовится этим как их сердечки думаю с вами поболтаю так ну самое главное что я забыла и хочу прям вот сейчас сказать что мои любимые дорогие мамочки я поздравляю вас с вашими учениками поздравляю ваших учеников желаю положительных эмоций хороших оценок чтобы все было как хорошо как хорошо чтобы было все классно чтобы дети шли с радостью в школу чтобы были классные друзья классные педагоги хорошие потому что вы знаете педагоги это мне кажется просто вот как врачи от бога так и педагоги от бог от бога потому что вы знаете иметь терпение общаться с детьми 40 40 человек и всех их понять всех их услышать это знаете это очень тяжелый труд вот вы знаете вот мы сегодня были на этом мастер-классе ну дети да третий класс темный друг ну одноклассники их было 21 человек 21 даже вот девушка стоит объясняет как делать пиццу да и они же все соскучились друг по другу они верещат пищат она уже 150 раз им сказал ее никто не слушает ну короче я к тому что работать с детьми и чтоб они тебя слушали это надо иметь действительно не знаю не то что харизму это надо призвание иметь потому что вот я почему я не педагог потому что я примерно уже харкнула ну может они конечно тоже повышают тон пока мы родители хотя сейчас такие родители сразу пишут и в прокуратуру и куда только не пишут это сейчас вообще педагогом быть это очень страшно мне кажется что родители сейчас конечно у нас вот допустим мое время у нас был педагог по математике мужчина взрослый был мужчина и когда его не слушали он знаете что делал он брал мел и кидал в голову чтобы услышали потому что если ребенок не слышит вот так и естественно никто никакой родитель никогда в жизни на него не пожаловался потому что он был очень хорошим педагогом и давал действительно инфу люди ну дети если его слушали они понимали что как что сейчас конечно немножко по-другому от илюша у меня допустим но он у меня сам по себе такой немножко на движениях весь он половину урока слышит половину где-то он там где-то летает из-за этого я нанимаю репетитора потому что ему мало что дает педагог вот ему нужно разжевать ну дети разные это понятно что каждый какой-то может сразу все запоминает я к чему к тому что блин учителям это дай бог здоровья потому что родители всякие родители очень тяжелые правда сейчас я вот смотрю вот иной раз смотришь на родителей думаешь господи откуда ты с какого места вот потому что очень тяжело очень тяжело и все вы знаете все от ада от малого до велика начинают права вот это качать у меня есть такие вот перед учителем я имею ввиду короче что учителя если у меня есть я вас очень уважаю терпение вам и крепкого здоровья правда все вы это вытерпеть всех этих родителей всех этих учеников и желаю вам крепкого здоровья детишкам нашим быть посмышленней послушней и получать хорошие оценки оценки все равно важны важно важно учиться вот эти вот азы как в школе нигде вы уже не получите дети если вы меня смотрите учитесь потому что это пригодится правда пусть это вам в работе не пригодится но к тебе подойдет в ребенок твой же из по задаст тебе вопрос там сколько допустим спряжений сколько склонений а ты не сможешь ответить и будет стыдновато ты как взрослый должен понимать да вот а и просто ради этого так что детки вам учебы хорошие девчонки а нам терпение потому что это очень все ответственно и вот короче такие дела мы сегодня от гуляли 2 сентября завтра нас ждет 3 сентября день разлуки день прощаний костры рябин будут завтра гореть шифутинский конечно эту песню вообще придумал классно вот девчонки ну что мы сегодня от гуляли мальчишки сейчас отдыхают я тоже буду отдыхать честно говоря я так устала сегодня во первых я такой человек не знаю вот я бы если вы знаете как это побороть расскажите мне я очень переживательная и мнительная вот мне дали ответственность я должна была сегодня как я не родительские комитеты никогда туда не хочу просто попросили чтоб я организовала собрала деньги я за это все переживала всю ночь переживала как бы всех короче и не спала и и знаете такая разбитая сегодня поехали мы рано поехали к десяти и то есть как бы такое состояние знаете я очень ответственная я всегда знаете вот у меня это это косяк стать я даже на свидание наверное молодости ходила раньше чем кто-то кто-то этот жених приходил я быстрее всех приходил потому что я вот такая я мне сказали в 10 я приду в деке буду ждать лучше вот так так же я хочу и на маникюр и на педикюр я всегда раньше прихожу я нигде не опаздываю это плохое качество кстати пунктуальность она никого не красит ну не знаю меня это я всегда всех жду вот так что ребят вот такие дела что мы начинаем новый год надеюсь что youtube будет функция функционировать час сентябрь день решений не день а месяц решений я думаю в сентябре уже будет понятно куда мы движемся в плане youtube а я думаю или его прикроют или оставят так что вы обязательно подписывайтесь на мой рутуб канал это основной канал после youtube а я буду все-таки на рутуб все скидывать там более так можно и на телевизоре посмотреть площадка отстой сразу скажу но за неимением ютуба рутуб для меня будет вот второй площадкой куда я буду скидывать ролики дальше еще вас попрошу ребят я вас сейчас у меня честно упали немножко просмотры на ютубе прошу девчонки не забывайте ставить лайки когда вы смотрите мои ролики подписываться здесь на ютубе потому что чтобы хоть как-то знаете меня где-то было видно это очень важно для того чтобы продолжала вещать на ютубе мне нужна ваша помощь конечно же ваши лайки подписки и комментарии вот если не сложно конечно а так что чего ничего девчонки начинается но я думаю что сентябрь мы еще на море походим потому что сегодня было очень жарко я еще одела этот лен костюм он вообще не дышит что-то мне прямо очень жарко мы еще сентябре ходим на море у нас и актив и октябрь можно на море ходить вот у меня в сентябре день рождения 21 числа мне исполняется 42 года кто не знает 42 года я не знаю как так быстро промчалась моя молодость очень быстро просто вот глаза закрыла 42 я раньше когда была помоложе вот родителям было 40 да там или людям которые окружали меня думаю блин какие они старые сейчас мне 42 я в шоке честно но я не чувствую себя не знаю можно было бы возраст поменять хотя бы 35 35 меня бы устроила вообще нормально 35 я могла бы еще родить ребенка еще бы построить карьеру и все остальное 42 это уже конечно все краечок такой крайничок вот ну ничего я я все-таки верю в то что все самое лучшее у нас еще впереди потому что так должно быть девчонки поздравляю вас с осенью самой прекрасной порой я советую вам как местный житель сочи приезжать отдыхать сюда осенью это божественное время когда здесь немного людей но не так много как летом здесь все так размеренно хорошо вечерами такая морская прохлада посидеть где-то попить винца под вечер можно укрыться пледиком но вообще классно вот осень сочи и осень это божественно так что я вам советую если хотите все-таки отдых то бронируйте на сентябрь здесь действительно очень круто вот так что на сегодня все жду от вас комментарии поздравляю ваших детишек всех люблю пишите цветите и пахните на сегодня все всем пока пока